Дарьевички, Михаил, как говорится, приветствую вас в Гуанчжоу, город Гуанчжоу, Китай. И сегодня у нас небольшой, но интересный, надеемся, обзор на тему, какие вообще штуки в мире бывают. Да, ваша любимая рубрика. Позади нас офис компании X-Pen Aero, которая занимается летающими автомобилями. Более того, как они заявляют, они крупнейшая в мире компания, которая делает именно что делает летающие автомобили. И многие из вас, наверное, подумали, какой-нибудь опять, наверное, китайский стартапщик, там Xiaomi денег немножко подогнали и пошло-поехало. Не совсем. И вот вам несколько интересных фактов, чтобы вы понимали вообще масштаб, что к чему. Сначала появился автомобильный бренд X-Pen. Делают вот такие вот очень даже интересные машины. Основатель этой компании, внимание, Хэ Сяо Пэн, кстати, да, название по-китайски компании X-Pen, это вот именно Сяо Пэн, примерно вот так вот звучит, то есть назвали в честь как бы фамилии основателя компании. Так вот, он бывший исполнительный директор Alibaba Group. Также основатели компании это Ся Хэн и Хэ Тао, которые раньше работали в компании ГАК. Да, той самой компании ГАК. Конкретно вот такая машина во всей стране одна. Также к основанию этой компании имеет... Михао. Так вот, к основанию компании имеет отношение Лэй Цзунь. Это, между прочим, основатель компании Xiaomi. Уже в октябре 17-го года, то есть компания основана в 13-м году, а в октябре 17-го года компания начала серийное производство кроссовера G3. В январе 18-го года в компанию инвестировали Alibaba Group и Foxconn, которые делают айфоны, а в ноябре 19-го еще одним инвестором стала компания Xiaomi. Сегодня в компании X-Pen, напомню, автомобильной компании, которая делает автомобили, 14 тысяч сотрудников. У них три автомобильных завода и главные офисы в Пекине, Шанхае, Маунтин-Вью, это Силиконовая долина, также в Сан-Диего и в Амстердаме. Сегодня автомобильная компания X-Pen выпускает модели G3, P7, P5, а также G9. Это самая новая модель. Но в октябре 22-го года состоялся первый официальный полет в Дубае X-Pen Ayrot X2. Это летающий автомобиль. X-Pen Ayrot имеет отношение к автомобильной компании X-Pen, но это не совсем дочерняя компания. Они как бы дружат, но это вот, как они просили, вот сказать, ясно за кадром, ребятушки, стоят. Это немножко отдельная компания, то есть они вот сами по себе. Расскажем подробнее о компании, зайдем в офис, посмотрим, что к чему. Небольшая рекламная пауза и продолжаем. Приветшки. Пока некоторые создают летающие автомобили, другие только мечтают заниматься инновациями. Но сделать крутое приложение, онлайн-программу для бизнеса или новый мессенджер – все это возможности сферы IT. И сегодня эта индустрия доступнее, чем кажется. Взять, например, Python. Это легкий для изучения и один из самых популярных языков программирования. Он используется для создания сайтов и приложений в играх, машинном обучении и нейросетях. И прямо сейчас у наших друзей из онлайн-школы SkillFactory идет наборный курс обучения «Fullstack разработчик» на Python. Это человек, который совмещает сразу несколько функций. Может создать сайт или приложение с нуля. Зарплаты у таких спецов достойные. В среднем 150 тысяч в месяц. Курс обучения для новичков и нацелен на получение практических навыков. Вас ждут реальные кейсы от таких компаний, как Beeline, Сберздоровье, Яндекс.Диалоги, Алиэкспресс и ВК. По итогу у вас будет 10 проектов для портфолио и диплом о профпереподготовке. А после обучения помогут с работой. Если вдруг не устроитесь, школа вернет все деньги за обучение. Ну и традиционно от нас для вас скидка 45% по промокоду 808. Переходите по ссылке и регистрируйтесь на курс. Однозначно рекомендуем. Удачи! Ребятки, внимание, внимание. Вы готовы? Готовы, готовы. Но многие из вас уже видели это в интернете. Но это не муляж, это не макет. Это работающий, настоящий летающий автомобиль. Еще раз видео из Дубая. Так вот, здесь стоит еще рассказать очень важную вещь о компании Экспен... О, кстати, thank you. Экспен Айрот это самостоятельная компания. Да, есть автомобильная компания Экспен, которая очень мощная и как бы явно помогает Экспен Айрот. Но Экспен Айрот это самостоятельная компания, в которой работает 700 человек. И если верить в видео Сергея Гревича... Да, он уже полетал на Экспен Айрот X1, а это X2. В этой компании более половины сотрудников имеют степени магистров и докторов наук. Начать, наверное, стоит вот с этого. Это самое-самое первое вот то, что было, то, что мы видели, то, что все переживали в комментариях. А эта штука ноги и руки, так сказать, не заденет человеку, который на ней летает. Это оно настоящее. Действительно, основатель компании летал на этой штуке сам. Дальше. Время шло. Ну, время шло, там, буквально 10 лет прошло, даже меньше. Это модель T1. Но такой формат решили пока не пускать в серию. Стали двигаться в сторону вот такого формата. Это X1. Одноместный вариант. Funny. Do you plan to produce X1 or only X2? X1 have you mentioned, but maybe a lot of X2. Will you sell that? No. No. Ну, в общем, ответ такой, что от этого формата тоже решили отойти в сторону двухместного летающего автомобиля. И тут многие скажут, какой автомобиль? Это же большой коптер. Но в компании X-Pen используют фразу только летающий автомобиль. Строго. Потому что у них в планах 2025 год. Сейчас покажем, что у них в планах. Короче, это X1, на котором летал Сергей Гилевич. Сейчас главное сесть нормально. Но нам сегодня, если все сложится... А, видимо, все сложится, потому что вот он едет. Ребятки, смотрите. Блин, немножко стрёмно. Но вот он, вот он, поехал. Готовят уже. Так. Сейчас. О чем мы говорили? О чем? Об X2, да. Это то, на чем они сосредоточили свое внимание сейчас. То, что работает, что действует и что, собственно, летает. Но еще раз про историю. Вот это важный фактор, чтобы вы понимали вообще, что к чему. 2013 год. Вот та самая штуковина, прям как есть, да? Большой коптер. На ней летит основатель компании Jiao Deli. Дальше. 16-й год, 18-й год. Улучшение некоторой, так сказать, инновации. Потом, в 19-м году появилась вот такая вот штуковина. 20-й год. X1. Это X2. То, что мы имеем сейчас. В 22-м году придумали вот это. Показали, как концепты, как рендеры. Они планируют запустить это в 2025-м году. Настоящий летающий автомобиль. То есть, коптер плюс автомобиль. Как все это будет? В этом виде? В другом виде? Ну, вопросов, конечно, миллион. Итак, X-Pen X2. Самые интересные факты. Напомню, это не макет. Это действующий аппарат. Если выкатите его на улицу, нажать две кнопки, он полетит. Длина 4,97. Ширина 4,78. Но если сложить рычаги, можно его, в принципе, перевозить на каком-нибудь там эвакуаторе. На любой машине, там, большой грузовой. Высота 1,36, вес 680 килограммов, а также максимальный взлетный вес 840 килограммов. Корпус сделан из углеродного волокна, а также, естественно, применен авиационный алюминий. Спереди, будьте добры, обратно вот сюда вот. Поднимаем. Ой! О, there is a button, nice, nice. Так, и ребятки, еще разок, дубль два, поднимаем. Зарядный порт. Это обычная автомобильная зарядка. В принципе, можно подлететь куда-нибудь на парковку, там, к Ашану или куда-нибудь и позаряжать эту штуковину. 8 двигателей, 8 винтов. Также здесь две батареи, одна основная, вторая запасная и несколько летных характеристик. Максимальная скорость 130 километров в час, неплохо. Максимальная высота 1 километр, 1000 метров. Время работы на одной зарядке 25 минут. У X1 модели 35 минут. Но здесь у нас два места, плюс сам аппарат, естественно, больше. Стоит сказать важную вещь, что у компании X-Pen есть командный центр. Это, ну, как бы, это не он, это просто такой шоу-рум. Но командный центр прямо сейчас в действии могут находиться, то есть в полете, несколько X-Pen тестовых X1 и X2. Диспетчеры компании постоянно следят за ними, где бы они ни находились. Потому что обе модели, они автономные. И если вдруг чего что-то нужно вмешаться, они всегда, как бы, на связи, на контроле и могут помочь. Теперь, ревешки, посмотрим, что внутри. Не Toyota Alphard, абсолютно точно не Toyota Alphard. Но это летающее такси, летающий автомобиль. То есть, чтобы добраться из точки А в точку Б за 30 минут. Ну, потому что время... Не, за 20 минут. Потому что время полета конкретно этого летающего автомобиля 25 минут. Там 5 минут запаса, на всякий случай, оставит 20 минут. Никаких рычагов здесь нет. Хотя в демо-версии, вот где вот у них тут есть специальная демо-комната, там рычаг. Влево-вправо, можно вперед-назад. Здесь задаете маршрут, он летит сам. На текущем этапе они летают только с одной своей базы на другую. На втором этапе они планируют летать между городами, когда дадут разрешение, будут полностью уверены в технологии. А также третий этап, это уже вообще полеты, как бы, повсюду. То есть, идеальный такой вариант, когда можно будет летать из дома на работу. Это вопрос, где садиться, где взлетать. Много вопросов, много нюансов. Несколько вот здесь классных кнопок, хочется понажимать. Что это для этих кнопок? Для электричества. Вы можете их включить? Нет, но это для этих кнопок, поэтому они не нужны. Ну, кресло, как бы, это все оценивать не будем. Там цвет, материалы, это все, как бы, пока на этом этапе. Но, тем не менее, кран работающий. Немножко тут все на китайском. Вот Сергей показывал, он там все объяснял, как что работает. Температура моторов и время полета. А вот даже карта есть. Собственно, все, больше тут ничего нет. Вы садитесь, задаете маршрут и вперед поехали. И вас мониторят в течение всего полета. Первый полет летающего автомобиля модели X2 состоялся в октябре 2022 года в Дубае. То есть, в Дубае официально разрешили этой штуке летать по городу. Там, правда, был автономный полет. Но сегодня, ребятчики... Нервный смех называется. Нам обещают прокатиться на этой штуковине. Но полет будет автономный. Порулить не дадут, сказали, порулить за нас. Посмотрим, что к чему. Ждем... Блин, его же там... Он полетел! Ребеншки, он полетел! Блин! Ребеншки, технические подробности раскрывать нельзя. Не показывают, ничего не рассказывают. Это пункт управления сегодняшним нашим полетом. Что вот это вот за антенны? Как все работает? Что там на мониторах? Нельзя смотреть, нельзя. Интересно, но... Это первая летающая машина, как бы, действующая. Но интересно. Такая подготовка солидная. Прям не каждый раз-то выкатывают, каждый раз следят за полетом. Фух. Так, обещают такой, значит, короткий. 10 метров вверх, чуть вперед, назад. И приехали. Так, ребятчики, что имеем? Работает, работает, работает. Дали вот рацию, рацию. Внутри очень жарко, очень... Кондиционера пока нет. Тестовый образец. Все, так нервно снится. Окей. Не трогай... Да. Да, как всегда. Не трогай ничего, не трогай ничего, не трогай ничего, да? Ну, так, конечно, 20 минут посидеть нормально, в экономе, как сидим, да? Ничего не регулируется. Спинки пока фиксированы, но пока об этом не думают. Пока, как бы, вот, тестируют технологию. Ты готова? Я голоден, я хочу идти к Макдональдсу. Сейчас. Дай мне к Макдональдсу. Я просто сидя и смотрю, да? Да. Хорошо. Что-то зашумело. Ну что, все готовы? Ну, уютненько, кстати, цвета приятные такие. Когда были запуски первого, первого коптера, там все спрашивали... Э-э-э-э, так, 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 спокойно. Все спрашивали, почему чехлов нет на рычагах и на моторах? Ну, вот, чехлов нет, да. Это вообще такая стрёмная штука, честно говоря, в плане... Ох, блин. Да, поехали? Ох, ха-ха-ха! Вот так, да. Д 93-ка-пиздер. Блин. Тебе останов prisoners? На автомобиле. На Pon 가�ет. На, на, да. Да, да, на, да... Да, б Goog é...? Если sunflower... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...